Итак, у нас в гостях Юлия Киньшина, пресс-секретарь агентства поддержки молодежных инициатив, Иван Губкин, куратор обучающих курсов для начинающих и действующих предпринимателей программы, ты предприниматель в Новосибирской области, и Дмитрий Лазарев, бизнесмен. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, друзья! Проекту в Новосибирской области 8 лет, я правильно понимаю? С 2010 года? Ну, 8 лет. 8 лет идет. Да, да, да. Чем может похвастаться проект за эти годы? Сколько всего участников прошло? Сколько из них стали успешными предпринимателями? Какие-то успешные проекты, которые... Где они? Да. Вот, в пример, которым, я правильно понимаю, пришел к нам Дмитрий Лазарев сегодня. Все верно, пришел. Давайте. Увидел, победил. Давайте поподробнее. Ну, наверное, я начну. Вообще, существует с 2010 года, все правильно сказали, если пройтись по цифрам, то пока вот за 8-й год мы еще его не подвели итоги, потому что он еще идет, но мы уже средний цифр выводим. Вот, например, за 2017 год у нас прошло более 4 тысяч молодых людей всю обучающую программу, более 942 человека, то есть около 1000 прошло общие курсы обучающие, и более, вообще, мы посчитали, более 200 часов образовательной программы и прошли всю вот эту вот программу. Вообще, это федеральная программа, которая реализуется в нашей Новосибирской области, одна из, их очень много, области 73, если я не ошибаюсь, области или 43, и вот одна из областей это наша. То есть, но помимо обучающей программы, еще вот обучающих курсов, у нас есть ряд мероприятий, которые мы проводим. Это, например, как День предпринимателя, это самый итоговый наш выпускной, мы его называем между собой, это конгресс молодые миллионеры Сибири, который подводит итоги всего года. То есть, там собираются и действующие предприниматели, и наши выпускники, которые прошли этот курс не только в этом году, но и предыдущие. И это победители всероссийского конкурса «Молодые предприниматели России», которых мы организованно от нашей области отправляем в Москву, то есть это московский конкурс. И еще у нас проходит, помимо обучающих программ, этих курсов, мероприятий, мы еще, у нас есть такая маленькая прерогатива, мы наши предприниматели из Новосибирской области, мы просто берем их и отправляем на конкурс всероссийский, например, или не только конкурсы, но и ряд форумов. Например, последний мы отправляли, это был Питерский экономический форум. То есть у нас есть такая возможность. Хорошо. Дмитрий, вы как очевидец изнутри, как человек, который все вот это прошел, не с точки зрения организатора, а участника. Расскажите, как это было, кем вы туда пришли, кем вышли, кем встали в итоге, чем именно это вам помогло, через что вы прошли. Ну, смотрите, сама программа «Тэ предприниматель» это, она дает вообще неограниченные возможности. Что касается меня, узнал… Вы пришли без всего вообще с нуля, или как? Ну, почему? У меня уже был на тот момент бизнес, и мне с точки зрения… Давайте так, что важно для предпринимателя? Давайте. Для предпринимателя, одни из важных таких вещей, это знание, извиняюсь, это опыт, и это возможность собрать вокруг себя людей, которые способны решить его задачу. Программа «Тэ предприниматель», когда я не узнал, изучил, посмотрел, что она дает, какие возможности, кто будет экспертом этой программы. Она меня заинтересовала. Я подал заявку, нас рассмотрели, меня рассмотрели, приняли, и я начал в этом конкурсе свое участие. Что касается знаний, опыта и возможностей. Смотрите, вы приходите в программу, где есть предприниматели от тех, кто только начинает, и от тех до тех, кто уже достаточно опытный. И вот для предпринимателя, который идет по своей дороге, любые знания, любое общение вокруг себя, она дает возможность развития, дает возможность понять из другой страны, посмотреть на свой бизнес. Второй момент – это опыт. Когда ты разговариваешь с людьми, уже с более опытными, которые прошли определенный путь, они рассказывают те вещи, которые тебе помогут в дальнейшем развитии. То есть путь, допустим, в 5 лет ты можешь пройти в 2 года, благодаря тому, что ты с ними можешь пообщаться. Ну и возможность аккумулировать или собирать вокруг себя людей, которые способны решить задачу. Программа как раз дает такую возможность. То есть мы выступали, когда на конкурсе, со мной один из участников в номинации «Производство года» был человек, который занимается древесиной, так как наша компания занимается производством и продажей банных чинов. Это такая чаша, подвешенная над костром на 6-метровых бревнах, и в ней парятся люди. Это такая инновационная вещь, в Россию только заходит. Нам оснастка делается из кедра. Это целебное само по себе дерево. И для нас важно было именно найти кедр. А с кедром в последнее время достаточно большие проблемы. И вот человек, который участвовал, у него есть, скажем так, возможность доставлять кедр. И мы нашли партнерство, мы начали партнериться, и до сих пор мы с ним работаем. Помимо обучения, это еще большая база потенциальных партнеров. Да, это большая база потенциальных партнеров, которые дают возможность в дальнейшем, вот мы сотрудничаем, развиваем у нас все определенные цены, определенные условия, нас все устраивает. Где бы я это нашел, если бы не в ТЭП-приниматель? Хороший вопрос. У меня есть еще вопрос к Ивану. Вы, как куратор курсов, можете на примерах рассказать, по каким направлениям приезжают эксперты, что это за люди, и кому они, и чем, собственно, могут помочь? Только ли своим опытом, или все-таки это какие-то теоретики очень крутые? Ну, мы стараемся привлечь нашу программу самых крутых, самых провинтых экспертов, людей, которые не только в теории что-то знают, но и имеют за плечами большой опыт, который они могут передать своему учащимся. Наша программа имеет несколько направлений, они все разбиты по возрастам, по потребностям, по запросам. Самый начинающий это джуниор. То классификация происходит на этапе заявок, да? Как-то вы сразу определяете по заявке, по анкете, кто в какую группу входит? Сначала происходит отбор, на самом деле, пользуюсь возможностью... Кто-то может туда не попасть, да? Такая вероятность есть для того, чтобы попасть в нашу программу, нужно зарегистрироваться на сайте apme.nso.rf, наш сайт, региональный нашей программы. Нужно зайти, зарегистрироваться в личном кабинете, найти тестирование. Тестирование обязательно для прохождения, состоит из трех блоков. Тест интересный, познавательный, и его нужно обязательно пройти. После этого формируется некая выгрузка людей, и уже по этой базе мы работаем. Приглашаем на собеседование, с дальнейшим определением, куда лучше людей, скажем так, определить, какая программа больше подходит. Мне так все просто, вы можете и не взять человека, да? Или не было такого еще? Ну, раньше больше было для этого шансов. Сейчас программа так устроена, что мы пытаемся вовлечь как можно больше людей, поэтому шанс есть практически у каждого. Даже если у меня есть идея для бизнеса, я могу прийти. Вы можете прийти даже без идеи. Нет, без идеи. А, да, спокойно. Да, вы можете прийти без идеи. А с идеей все, ты уже готовая, понимаешь? Да, у нас поэтому есть некая квалификация направлений начинающие и действующие предприниматели. То есть они отличаются тем, что начинающие, ты можешь прийти без идеи, но по ходу курса что-то придумать и реализовать. Вернемся после рекламы. Возвращаемся в студию. У нас, напомню, в гостях Дмитрий Лазарев, бизнесмен, Иван Губкин, куратор обучающих курсов для начинающих и действующих предпринимателей программы «Ты предприниматель» в Новосибирской области и Юлия Акиншина, пресс-секретарь агентства поддержки молодежных инициатив. Мы разговариваем сегодня про региональную программу по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Новосибирской области, которая запускает отборно-образовательные курсы. Та самая федеральная программа «Ты предприниматель», которая помогает получить бесплатно навыки, которыми обладают уже действующие предприниматели. Как именно это происходит и что за специалисты в этом помогают предпринимателям, обещал нам рассказать Иван. Собственно, программа так выстроена, что на протяжении всего пути, грубо говоря, от школьника до крутого действующего предпринимателя, программа находится рядом, поддерживает, помогает. Это выражено в проектах, которые мы реализуем. И вот после действующего, ты предприниматель, когда уже хорошие предприниматели обучились, получили знания и идут дальше реализовывать свой проект, у них есть еще одна возможность остаться с программой и получить поддержку. Проект называется «Наставничество». Его цель создать некие пары по поддержке, то есть формируется пара наставляемый и наставник, когда начинающий предприниматель получает поддержку ментора более опытного предпринимателя. Понятно, что начинающий предприниматель видит в этом свою выгоду, что ему помогут и ставят его держаться на плаву. А вот какая в этом выгода для уже опытного предпринимателя брать на себя такой балласт? Знаете, у людей, у которых есть знания, опыт, у них появляется потребность делиться этим опытом, этими знаниями. И к нам в проект приходят люди. Просто так, по доброте душевной? Исключительно по доброте душевной, по желанию помочь. Приходят в этот проект. Как подозрительные. Это знаете. Чтобы бизнесмены просто так потом приводят. Вы знаете, это есть такая поговорка. «Мы у детей своих учимся в том числе». Здесь тоже может быть такой момент, когда более мудрые, казалось бы, учиться нечему, начинают наставлять, а что-то увидят, какие-то ошибки, может, в своем бизнесе и сделают какой-то вывод из этого. Юля что-то хотела добавить? Я, наверное, добавлю, что вот это вот наставничество, это некий модный тренд в современности. Потому что вот «Лидеры России», конкурс, который был объявлен по России по всей, там именно был один из пунктов именно наставничества. Там же, извините, и Герман Греф был наставником. И все медийные лица, и те же бизнесмены. Какими крутыми наставниками вы можете похвастаться в Новосибирской области в программе «То предприниматель»? Я лично знаю Вячеслава Абрамова, который работает с нашими, ну, их ненасколько бизнесменами, который ведет, потому что я отлично общаюсь и их курирую. У нас таких пар 12, и, ну, самое первое, приходит Вячеслав Абрамов, кто у нас еще такой. В общем, они все умные, но нам ничего не скажут об этом, да, потому что они в своей среде известны. Да, мне это кажется, что это некий модный тренд, и потому что быть наставляемым – это некая имиджевая составляющая человека, потому что когда ты… «Я учился у самого, там, о-хо-хо». Да, и тот же человек, который наставляет, он говорит, я участвую вот в этой программе, тем более я хочу сказать, что наша область – одна из трех, их всего три области, которые именно наставничество в предпринимательстве, потому что есть общее понятие наставничество, есть наставничество в предпринимательской сфере, и Новосибирская область – одна из трех всего областей, которая взяла на себя эту задачу и развивается. Причем это буквально был старт в прошлом году, в октябре, и вот у нас сейчас весной сформировались вот эти 12 как-то команды, 12 пар, и они сейчас проходят-проходят, и вот в конце года мы увидим, что из них… Дмитрий, у вас был наставник? Вы до сих пор с ним общаетесь? Нет, у меня наставника не было. Так вы проходили слишком давно программу, да? В 2017 году у меня наставника не было, единственное, что у нас сейчас на текущем моменте есть определенный так называемый ментор, это в нашем бизнесе, да, но в программе изначально не было. Я еще хочу что добавить по поводу «ты предприниматели», по поводу «я являюсь экспертом программы», вот мы оцениваем и смотрим «ты предприниматели джуниор», да, это для детей от 14 до 18 лет. Вы знаете, я вот когда смотрю на людей, когда смотрю на детей, которые приходят и свои идеи предлагают, то есть нам приходит 30-40 детей, и они какие-то идеи, кто-то уже с готовым решением бизнеса, и у них настолько глаза горят, и я задаю вопрос, говорю, скажи вот, если бы не ты предприниматель, где бы ты был, и что бы ты делал? Он говорит, я даже не знаю, мне понравилось, захотело, тут приняли, я готов, и я просто боялся, но мне сказали слова мотивационные, и мне захотелось, и я пошел эту идею реализовывать. Некоторые люди реализовывают идею, сейчас они, в 18 лет уже являются малыми, мини-предпринимателями, но они все-таки работают, все-таки развиваются, и все это благодаря этой предпринимателям. Также вот я говорю по поводу, допустим, общения уже достаточно взрослым предпринимателям. Вот идут люди, которые с предпринимателями джуниор, они по-технику растут, 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 и у них на каждом этапе его пути есть всегда человек, у которого он может спросить совет, у которого он может спросить, как действовать, в том числе вот на сегодняшний день... Это как бизнес-папка. Да, на сегодняшний день, вот ты предприниматель джуниор, я с пятью ребятами общаюсь, и, соответственно, в каких-то вещах определенных мы помогаем. То есть, еще раз, правильно Иван сказал, здесь, наверное, больше не какая-то коммерческая, а здесь возможность посмотреть на свой бизнес с другой стороны, когда ты помогаешь ребятам, которые развивают бизнес, и с другой стороны, и, соответственно, передать знания, которыми ты владеешь. А для нас это важно, и посмотреть, как это работает, а когда это работает, душа... Вот, можно поподробнее именно про программу для детей, как это проходит, чем это отличается от взрослой программы, в какой форме вы с ними работаете еще, кроме вот кураторства? Помимо кураторства, у нас существуют их два потока, это весенний и осенний, между ними есть летний лагерь, в который попадают... Предпринимательский лагерь? Куртур, который будет у нас летом, он, по-моему, у нас недельный, то есть дети туда заезжают, и полностью там на площадке детского лагеря все это проходит. Там, наверное, на полдень не печенье, а волжанка дают, да? В лагере предпринимателями. А вы приедете в гости, мы на таком. А вы приглашаете сюда, может быть, предпринимателями в лагере. Ну, то есть у нас весенний и осенний. Как это происходит? Проходит отбор, школьники, они регистрируются у нас на сайте, проходят тестирование, приходят, мы им выдаем портфель, в котором все, что необходимо для обучения, это тетрадка или блокнот, ручка. И существует раз в неделю у них проходят лекции, лекции по определенной тематике, это там маркетинг, это история успеха, бизнес-успех, Дмитрий, вы же тоже что-то читали, какую-то лекцию. Маркетинг и продаж. Вот, как раз. А есть лекции, наверное, есть и какие-то экзамены. Определенные, да, и в конце, в конце, самое последнее, итоговое, в виде выпускного, они презентационную свою идею, то есть они презентуют, проходят, сидят спикеры, которые читали им лекции, и жюри, которые оценивают по определенным баллам, то есть там все, все серьезно, и дети волнуются, и они приходят с готовыми идеями, то есть у нас вот, я сразу вспоминаю, у нас одна выпускница, она в аквариуме делала, выращивала цветы Анны Ребрикова, она выпускница джуниор, она вот их, она приходила уже в готовом и продавала, за лето, как она сказала, она заработала 50 тысяч. Вот, можно ярких примеров, мне хочется, чтобы какую-то, может быть, статистику вы привели за прошедший, например, год, или за, можно взять более давнюю, какую-то там, позапрошлый год, из всех участников, сколько прям реализовались и до сих пор, у них бизнес продвигается, вот как-то такие примеры, можете привести? Ну, прям цифры я не могу сказать, я могу сказать, яркие идеи, это вот, вот этот вот аквариум, где растения, 50 тысяч за лет, это ребенок, это вот выпускница, был еще Ивах, не забыла его имя, как его зовут, он раскрашивает кроссовки, к сожалению, я не знаю его суммы, потому что, когда мы с ним последний раз встречались, он готовился к... Ну, все это ручная работа у него? Да, то есть он, он закупал белые кроссовки, там у него есть знакомый дизайнер там, и они рисуют, то есть они делают, как он сказал, такие кроссовки у него стоят 500 рублей, и я у него попыталась узнать, а сколько пока, не говорит, он говорит, ой, у меня ЕГЭ, у меня вот надо, но он все еще на плаву, и он все еще этим занимается. Да, вот мы с ним общаемся, вот, и у нас еще помимо, если вы хотите узнать, у нас есть история успеха, то есть мы раз в месяц выпускаем вот такой вот видеоролик одноминутный, в котором мы рассказываем... Вот ты изучаешь, да, все это известно. Ну вот если так говорить, то известно, это Ольга Новоселова, она тоже выпускница нашей, это вот проект Я бегу. Их много, но вот сразу вот так вот и не вспомнишь. Ну и отлично, мы, главное, уловили суть, что на программу «Ты предприниматель» может прийти любой человек от 14 лет, с идеей или без нее заполнить анкету на сайте, еще раз сайт apme.inso.rf Да, и бесплатно получить столько навыков, столько опыта и столько, и такую базу потенциальных партнеров, что ну просто закачаешься. Спасибо, друзья. У нас в гостях, напомню, были Юлия Киншина, пресс-секретарь агентства поддержки молодежных инициатив, Иван Губкин, куратор обучающих курсов для начинающих и действующих предпринимателей программы «Ты предприниматель» и Дмитрий Лазарев, бизнесмен. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за этим. Мы тоже всем говорим спасибо. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Виолетта сегодня отдыхает. В общем, всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.